В прямом эфире седьмого канала новости в студии Алексей Майоров. Здравствуйте. В Одесской области перекрывают трассы, въезды и выезды из города закрыты. В направлении Одесса-Рении трасса полностью заблокирована. Кроме того, областное ГАИ ограничивает движение транспорта в регионе из-за сильного снегопада. В частности, с сегодняшнего дня и до особого распоряжения вводится ограничение движения тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средств, а также движение пассажирских автобусов по направлению Одесса-Киев, Одесса-Николаев, Одесса-Кишинев. Кроме того, из-за снега парализовано движение в самом городе. Заторы образовались на всех основных магистралях и во всех районах. Сервис Яндекс.Пробки оценивает заторы в Одессе в 10 баллов. По данным ГАИ, на территории Одесской области задействовано 112 единиц техники для уборки снега. Из них 38 единиц работает в Одессе. На данный момент на всей территории города и области ограничено движение большегрузного и большеговоритного транспорта во всех направлениях. Как ограничен выезд города Одессы, так и в город Одессу. На данный момент с 10 часов утра перекрыто движение пассажирских автобусов и большегрузов в направлении дороги Одесса-Рени. Это направление Одесса-Монаши от 84 до 306 километра. В Одесском аэропорту для непрерывной очистки взлетно-посадочной полосы от снега задействовано 5 единиц техники. Взлетно-посадочная полоса находится в рабочем состоянии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Одесский аэропорт из-за значительного ухудшения метеоусловий не закрыт, но работает по фактической погоде. Тем не менее, выполнению полетов препятствует сильный боковой ветер и низкая видимость. В связи с этим авиакомпаниями были отменены утренние рейсы из Стамбула и Москвы. К другим темам. Ответственность за террористический акт в Одессе взял на себя партизанский отряд имени Вадима Попуры. В сети появилось видео, на котором видно, как разорвалась бомба под вторым вагоном грузового поезда на Одесской железнодорожной станции «Застава-1». Злоумышленники заявили, что этот взрыв – первый акт мщения за смерть соратника. В СБУ видео приобщили к делу. Ну а я напомню, что 24 декабря около 10 утра злоумышленники на станции «Застава-1» подорвали железнодорожные пути. Отмечу, что поезд перевозил уголь в Ильичевск. Одесситов испугала гроза. Во время снегопада и метели на небе появилась молния в сопровождении раскатов грома. Это невероятное явление стало причиной паники среди одесситов. Жители города перепутали раскат грома с реальным взрывом. Отмечу, подобные случаи чаще всего фиксируют в США и Канаде, также в северной части Европы. Снеговая гроза происходит в зимний период на берегах крупных озер или морей. В Одессе состоялась презентация клуба амбассадоров Одессы. Верительная грамота, пластиковая карта, значок и комплект сертификатов. Это документы, которые свидетельствуют о том, что вы официально имеете право открывать посольства Одессы в других городах, странах и даже континентах. Ирина Стрибко далее. Ассоциация туризма решила наградить одесских путешественников и назначить их официальными амбассадорами Южной Пальмиры. Теперь они, выезжая за пределы города, станут послами доброй воли Одессы. Впервые само понятие посол города я услышал на всемирном саммите по городскому туризму в Стамбуле, который был два года назад. Это понятие озвучил глава ООНовской организации «Хабитат», которая отвечает за народонаселение планеты. И действительно это так. От писателей до мэров городов, таксистов, официантов и продавцов каждый является лицом города. Здесь хорошо, но мы любим Одессу. Именно с такой тролль-табличкой путешественники, находясь за рубежом, фотографировались на фоне главных мировых досопримечательностей. Забавная игра настолько понравилась одесситам, что она превратилась в важную миссию. Верительная грамота, пластиковая карта, значок и комплект сертификатов. Документы свидетельствуют о том, что вы официально имеете право открывать посольство Одессы в других городах, странах и континентах. Мы разделили послов на три уровня. У нас будут послы доброй воли, послы чрезвычайные и послы почетные. Главная миссия каждого посла – это популяризировать Одессу как лучший город в мире для жизни, бизнеса и путешествий. Посольством может стать любое помещение – отель, офис, квартира друзей. Открытие должно быть за свидетельствовано обручением на стеново сертификата с фотофиксацией. Шеф-редактор новостей 7-го канала Елену Ротари почетно назначили послом Одессы. С момента присуждения титула Елена ответственно несет социально важную миссию амбассадора доброй воли Одессы. Сегодня я получила звание амбассадора, это посла Одессы в других городах и других странах. И так как в нашем коллективе работает девочка из Славянска, которая уезжает к своим родителям на новогодние праздники, мы бы хотели, чтобы первое посольство Одессы открыло именно в Славянске, потому что сегодня мы должны объединять все города Украины для того, чтобы жить в мире, в дружбе, благополучии и счастье. Проект амбассадора в Одессе был представлен на третьем глобальном саммите по городскому туризму в Барселоне и первым почетным послом Одессы стал генеральный секретарь Всемирной туристической организации господин Тали Брифай. Но одесские путешественники уже на прошлые выходные в Майами открыли первое посольство Одессы. Ирина Стрябко, Алексей Барановский, 7 канал. Ну и на этом пока все. По завершению новостей вы сможете увидеть в прямом эфире пресс-конференцию президента Украины Петра Порошенко. Я же пока с вами прощаюсь. Увидимся в 4 часа дня. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok